Добрый вечер, друзья! Это программа «Вперед.Миколаев» и сегодня мы поговорим с вами про таке. На День Миста в Миколаеве, кроме обычных святковых заходов, также произошла интересная спортивная события. Футбольная команда известных миколаевцев сыграла выставковый товарищеский матч с ФК «Маестра». Это команда зерок украинского шоу-биза. И сюжет про этот матч давайте переглянем дальше. В праздничный день на поле центрального городского стадиона в составе известных николаевцев зрители смогли увидеть много знакомых лиц. Мастера спорта международного класса по боксу, а ныне начальника управления по делам физкультуры и спорта Олега Машкина, известного волонтера Дмитрия Канарского, вице-мэра по гуманитарным вопросам Евгения Шевченко. Место в воротах занял подполковник легендарной 79-ки Сергей Харламов, а капитан команды городской голова Александр Синкевич. Также болельщики пришли поддержать многих других представителей николаевского спорта, политики, бизнеса и шоу-бизнеса. В составе ФК «Маестра» победитель проекта «Экс-фактор» Дмитрий Бабак, победитель проекта «Голос краины» Игорь Грохотский, певцы Александр Кривошапка и Вадим Олейник, известный рэпер Ярмак. Предлагаем вам посмотреть лучшие эпизоды этого поединка и ощутить атмосферу праздничного матча. Игорь Грохотский сейчас пытается пройти Ивана Кулина, но Иван поборолся и мяч у наших. Александр Беловус ошибается, но на подстраховке Олег Сархолик. И Кулин запускает, но вперед по правому флангу Евгений Демец. Передача на Шевченко, удар головой! Отличный прострел и неплохой удар. Немного не хватило Евгению Шевченко для того, чтобы послать мяч в ворота. Ну вот Евгений Шевченко сейчас смог подкараулить этот мяч. Сейчас во мне игры немного Евгений ищет позицию. И находит мяч, падение отдает на Евгений Демец на ударной позиции в ближнюю мяч! Ну что, рискнет пробить сдалека Евгений Шевченко или нет? Болельщики просят. Удар! Ох, какой хороший удар! Давайте поаплодируем Евгению Шевченко! Над перекладинем мяч прошел. Дмитрий Бабак отыгрывает на партнера. И уже Денис Мусаев развивает эту атаку. Игорь Горохоцкий с мячом ищет Вадима Олейника. Но мяч находит партнера. Удар и мяч в сердце! Вот так вот, господи, оно футбольный клуб «Маэстро» прислухався до моих козивок. И с ревнями, Ракунов. Один-один! Александр Пасичный с мячом. Центр на Басово. Басов дальше на Евгения Единца. Девят с мячом. И ищет возможность для того, чтобы сделать передачу. Здорово на замахе убирает Афанентов. Центр на Басово. Удар головой. Штарга! Моментище біля ворідностей, але тільки каркас ворід лятує футбольний клуб «Маэстро» від пропущеного м'яча. И поруч із ним девятнадцатый номер. Як і також намагається скорістатись. Це сергей Корчинський. Карламов! Ана умінчалась успіхом. С мячом. На правом фланге атаки футболисты Маэстро. Футболисты Маэстро. І щет становится 2-1. Максим Семороз. Так забываю. Нарушил правила при вбрасывании аута игрок Ка Маэстро. І що? Євгений Демецьм отлично обходит одного і второго. І подає в одинадцатый номер відметки Сергей Мельников. Що буде робити? Дає пас. Кадар Панчик, удає. Сейв. І ще так і продовжується удар. Удає! Удає! Показується на центр. Щет становится. Показується два-два. З команд відомих миколаївців стоять біля кромки поля. Очікують свій час для того, аби вийти на поле і продемонструвати всі свої можливості. Класна передача. І не було в ній ігри удар. Три-два. Футболець Луцмаєстро виходить в порядок. Неприятність цю ми переживемо. Вадим Олійник знову був дуже активний. Саме він заробив цей стандарт. І дуже швидко розіграли зараз атаку у гості. Олійник підійде в штрафнути чи ні. Вродь пристрійну передачу. Кіпсу не перехопляє. Але Олійник залишається з нічем. Пристрійна передача. Удар! Чотирь-два! Неприятність цю ми переживемо. Міждухородчим це ми переживемо. Неприятність цю ми переживемо. Удар Абалару Кайна. Подтягиватися, треба підтягиватися. Але якщо і 4-3 ми все одно проіграємо. Треба переломити ход відпочині. Що 3-4, що 3-5. Разніці немає, але треба забивати. Ужди розпочиваний був у дарі. Нельзя так. Нельзя так. С нашим мэром. Але підмінно діє Олександр Федорович Сенкевич. Ну що, Сергей Мельников, ви пробиває! Праця за голову весь стадіон. Момент загубим Сергій Мельников. Ай-яй-яй! І зараз Вадим Олійник просто незамовито лютує за межами поля, показуючи, що потрібно доназити м'яч. Все, друзі, 4-3 футбольний клуб «Маестро Сенкевич» за нову перемогу над святковими «Миколаївцями». Але ми дякуємо умов командам за це незамовите шоу. Друзі, ваші описки! Від футболу святкового товариськово переходим до звичного. Для нас на минулому тижні муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» зіграв свій черговий матч. На центральному міському стадионі ми приймали ПФК «Суми». На матч с ПФК «Суми» муніципальний футбольний клуб «Николаїв» вышел в следующем составе. Чумак в воротах, Булочев-Павлов центр обороны, Сартина слева, Пинчук справа в защите. Момот в опорной зоне, Кошелюк, Муховиков-Рогозинский-Ковалев атакуючий полузащитники. Ну а в нападении вышел новичок нашей команды «Лакуста». «Николаївці», как и в предыдущих поединках, с первых минут завладели инициативой. Но, как и в прошлых играх, до середины тайма опасностей у ворот гостей не було. Через пару минут угловой для гостей. Подача и Брикнер в касание под перекладину. Чумак спасает. Такие действия соперника заставили Николаїв еще агрессивнее играть в атаки, и это принесло свои плоды. На 28-й минуте активный «Лакуста» зарабатывает штрафной. У мяча Муховиков и Ковалев. Андрей пробивает, и мяч попадает в перекладину, а затем во вратаря, и от ноги Клещука залетает ворота. 1-0. Николаїв открывает счет в матче. Этот эпизод болельщики на центральном городском стадионе наблюдали уже при включенном освещении. Впервые за 10 лет. Стоит отметить, что в этот вечер на стадионе действительно была особая атмосфера, и сами футболисты нашей команды старались подарить зрителям настоящий праздник. Здорово действовала наша полузащита. Кошелюк прошел по правому флангу, прострелил, совсем чуть-чуть не хватило Рогозинскому, чтобы увеличить счет в матче. Ну а в добавленное к первому тайму время подобная комбинация все же увенчалась успехом. Ковалев обыгрался с Кошелюком и уже практически из пределов штрафной навесил на Рогозинского. Удар головой у Рогозинского не вышел, но мяч отскочил так, что сам Валерий и добил его уже в пустые ворота. 2-0. Гол в раздевалку, и команды уходят на перерыв. Во втором тайме Николаев закрепил свое преимущество. На 60-й минуте Сартина отдал в центр на Ковалева, а Андрей тут же отпасовал на правый фланг. Кошелюк здорово разобрался в эпизоде и отправил мяч точно в дальний угол ворот ПФК Сумы. 3-0. Ну а через 3 минуты Николаев довел счет до разгромного. Рогозинский, воспользовавшись ошибкой Процишина, вошел в штрафную и выложил мяч точно на ногу Муховикову. Антону нужно было просто не промахнуться, что он и сделал. 4-0. Ну а после этого наша команда просто довела поединок до победы, не дав соперникам ни единого шанса даже на мяч престижа. Еще одним радостным событием в этот вечер стало возвращение на поле Сергея Любчака, которого так долго ждали и болельщики, и тренерский штаб Корабелов. Ну всех болельщиков прежде всего интересует вопрос серьезный. Как здоровье, как сейчас самочувствие? Слава Богу, что выздоровел. Спасибо. Докторам вылечили. 8 месяцев пропустил. Два перелома. Ну слава Богу, сейчас на ногах уже. Ну все желаем вам только здоровья и побольше игровой практики в следующем матче. Спасибо большое. Что ж, прекрасный футбольный вечер в Николаеве, победа и отличное настроение нашего капитана. Впервые за долгую историю николаевского футбола, современную мы играем при освещении. Юрий, как вообще ощущения? Ну это особенное ощущение, когда горят эти фонари. Поэтому вдвойне как-то, ну азарт, как будто ты играешь в какие-то еврокубки, что ли. Не знаю, особенно в нашем поле. Да, давно это не было. Очень приятно. Ну атмосфера совсем другая. Надеюсь, людей будет больше приходить. Сегодня видим, что в центре поля очень много чего получалось у команды и в касании играть. Находит свою игру команда? Я думаю, не только в центре поля. Сегодня, в общем, атакующая игра у нас получалась больше. Ну, соперник, может, позволял, не знаю. Или мы находим такой урон. В принципе, в последние игры у нас нащупывается комбинационная игра и сегодня показатель. Посмотрим на все результаты девятого тура. Колос Скала 0-1, Буковина Арсенал 0-2, Ильичовец Нефтянник 1-1, Мариупольцы впервые в чемпионате теряют очки. Дерес разгромил Ингулец 4-0, Тернополь и Горняк Спорт ничья 1-1, Авангард Десна 0-2, Гелиос Полтава 1-0, Черкасский Днепр Аболонь также 1-0. У 10-му турі МФК Миколаев не грав, тому що матч цього туру з Нафтовиком за згодою обох клубів був перенесений на 12 жовтня. І зараз ми подивимося результати 10-го туру за виключенням цього поєдинку. І турнірна таблиця после 10-ти туров. Ільичовец уже привычно 1-й 28 очков, за ним расположились Ровенский Верес і Харківський Гелиос 23 і 20 пунктів соответственно. По 18 очков і 4-е і 5-е места у Колоса і Дісні. Далі Черкасський Днепр 16 очков, Нефтянник і Арсенал по 14. Ніколаев расположився на 9-м місці 13 очков і ігра в запасі. Аболонь на 10-м місці, Полтава на 11-м. У цих команд, як і у Корабєлов, по 13 очков. В аутсайдерах Гарняк Спорт і ФК Тернополь. Вже 21 жовтня на Миколаїв очікує черговий поєдинок у Кубку України проти команди Нива Вінниця. І ми будемо вболювати за хлопців, так як вміють болювати у Миколаїві. Також у Миколаїві вміють допомагати, коли це потрібно. У минулому випуску ми розповіли вам про тяжку травму гравця американського футболіста з Миколаїва, з команди «Миколаївські вікінги» Миколи Калінича. Він досі у Дніпрі, досі в лікарні, і йому досі потрібна ваша допомога і підтримка. Тому перед тим, як завершити програму, ми ще раз нагадаємо вам рахунок, на який можна переводити кошти, аби підтримати Миколу. Підтримуйте тих, кому це потрібно, вболювайте за своїх. Вперед, Миколаїв! Миколаїв!